Вести Карачаева, Черкесия В Пятигорске состоялась рабочая встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки и главы Карачаевой Черкесии Рашида Тимрезова. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся социально-экономического и общественно-политического развития субъекта, в частности, в ход реализации национальных проектов на территории региона. Рашид Тимрезов рассказал полпреду об инвестиционных планах на этот год, подразумевающих создание в республике новых рабочих мест и выпуск конкурентноспособной продукции. Проект по развитию туристко-рекреационного кластера «Домбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития «Домбая» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строительство обеспечивающей инфраструктуры, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс в общей протяженности 17,4 километра, это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны внебюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры, это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день в пик сезона, мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории «Домбая». Поэтому «Домбай» также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. В Минцифре Карачаево-Черкесии провели совещание совместно с Центром управления регионом. Обсуждены результаты внедрения платформы обратной связи в Карачаево-Черкесской республике и другие вопросы. В рамках встречи были также подведены итоги работы Министерства цифрового развития. Отмечено, что уже переведены в электронный формат 79 услуг. Работа в этом направлении будет продолжена, отметили в Министерстве цифрового развития. В Нальчике завершился Всероссийский фестиваль радио, ТВ и печатных средств массовой информации «Моя провинция». В нем участвовали журналисты из разных регионов страны. Проект «Кунацкая» республиканских газет «Абазашта», «День республики», «Арачай», «Нуайдавысы» и «Черкесхэку» отмечен дипломом второй степени в номинации «Делимся опытом». Диплом и памятный знак фестиваля делегаций из Карачаево-Черкесии вручили члены жюри, знаменитые дикторы Центрального телевидения Евгений Кочергин и Алла Данько. За несколько дней гости фестиваля успели послушать выступления медиа-экспертов, поучаствовать в мастер-классах, обменяться опытом, ознакомиться с достопримечательностями региона и составить свое мнение о Кавказе. Для комфорта потребителей в Карачаево-Черкесии продолжает работать горячая линия по вопросам ценообразования. Республиканский Минпром уделяет особое внимание ценообразованию в магазинах республики, регулярно проводит мониторинг цен на продукты первой необходимости, в число которых входит несколько десятков товарных позиций. В случае, если вы столкнулись с ценами, которые, по вашему мнению, завышены, вы можете позвонить на горячую линию по номеру 280328. Она работает с 9 до 18 часов ежедневно и охватывает все населенные пункты региона. Об этом сообщил руководитель Департамента потребительского рынка услуг и лицензирования Министерства промышленности, энергетики и транспорта Республики Арсен Гутякулов. Рабочая группа занимается мониторингом, то есть еженедельно мониторинг во всех районах, со всех районов, со всех городов принимается информация, сводится нашим министерствам. Исходная информация направляется в прокуратуру для дальнейших действий, выявления необоснованного повышения цен. По всем фактам нарушений по необоснованным завышенным ценам на социально-назначные товары, то есть можете обратиться в наше министерство промышленно-сенецкие транспорта по номеру телефона 28328. Световая иллюминация над пешеходной частью улицы Первомайской в Черкесске будет включена в конце августа. Улица Первомайская уже не первый год является местом притяжения для гостей и жителей Карачаева Черкесии. Основной изюминкой этого места является световая иллюминация. Напомню, протяженность новой иллюминации увеличена до улицы Ворошилова. Подсветка 52 деревьев и знаков зодиака на пешеходной зоне уже организована весной этого года. Из-за обильных дождей в горах поднялся уровень воды в реке Аманауз в Дамбай. Угрозы жизни и имуществу местных жителей и туристов нет, сообщают в администрации Карачаевского городского округа. В зоне риска подтопления оказались некоторые объекты поселка Дамбай, но ничего не пострадало, вода не нанесла никакого ущерба. Частично река вышла на федеральную трассу Черкесск-Дамбай на 112-м километре. Повреждений не зафиксировано, рассказали в администрации. Кроме того, стало известно, что уровень воды в реке постепенно стабилизируется. Не первый год в Черкесске активно применяется система «Безопасный город», которая ежедневно обеспечивает безопасность и правопорядок на улицах и во всех дворах региональной столицы, позволяя сотрудникам полиции оперативно реагировать на происшествия. Комментирует информацию заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Черкесску Мурат Муков. В настоящее время на территории города Черкесск установлено 220 камер, выведенных в единую систему «Безопасный город». При установке камер основной акцент сделан на местах массового скопления граждан. При совершении каких-либо преступлений, либо правонарушений, сотрудники полиции просматривают камеры системы «Безопасный город» с целью установления обстоятельств произошедшего установлению лиц, причастных к совершению правонарушений, либо преступлений. Камеры системы «Безопасный город» выведены в дежурную часть отдела МВД России по городу Черкесску. Из 220 камер большая часть проводит съемку стационарно, остальные камеры – поворотные. Благодаря тому, что данная система «Безопасный город» сохраняет запись длительное время, то это позволяет выявлять и раскрывать преступления и правонарушения, совершенные ранее. С 9 по 15 августа высокогорный Северокавказский форум «Махар-2022» соберет около 100 участников из всех регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. У молодежи появилась возможность получить новые знания и грант до 500 тысяч рублей. Реализовать свои идеи можно в следующих направлениях – социальное проектирование, студенческий туризм, творчество и креативные индустрии. Первая на Северном Кавказе школа креативных индустрий откроется в Карачаево-Черкесии при содействии Министерства культуры. В ней дети от 14 лет смогут раскрыть свои таланты и попробовать себя в самых разных направлениях искусства, рассказывает министр культуры региона Зурапа Гербов. Будет включать в себя четыре специальности. Это работа со звуком, звукорежиссура, создание музыки. Это работа с фото и видео, то есть направление медиа, направление кино. Также у нас будет направление дизайна, где мы будем разрабатывать различные элементы прикладного дизайна, как, например, веб-дизайн или дизайн среды. И четвертое направление – это непосредственно создание электронной музыки. Мы буквально за несколько месяцев будем учить ребят, как с современными инструментами уже создавать свои первые треки, записывать их и загружать онлайн, чтобы они уже приносили деньги, так как сегодня монетизируется большинство артистов на земле. Важно это потому, что сейчас Российская Федерация, Министерство культуры, поворачивает развитие творческих специальностей в практическую плоскость. То есть мы учимся, как, по примеру, западных или восточных стран, где шоу-бизнес, где технологии развиты очень сильно. И действительно, артист, музыкант – это человек, который зарабатывает своим талантом, зарабатывает своим искусством. Мы сейчас идем по этому пути и учим детей с ранних лет. Карачаево-Черкесия стала одним из 22 регионов России, где в нынешнем году на базе ДОСААВ начнет работу круглогодичный Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В Центре будут проходить пятидневные учебные сборы, участники будут познавать основы военной службы. Об этом рассказал министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Центр будет осуществлять свою деятельность по нескольким направлениям. Это военно-патриотическое воспитание, конечно же, затем, помимо этого, это подготовка к военной службе, также, помимо этого, развитие способности технического и художественного творчества, также, помимо этого, конечно, это еще и физическое развитие. Следует обратить внимание на то, что он будет осуществлять свою деятельность на регулярной основе, и целевые показатели, которые перед нами поставлены главой Карачаева-Черкесии Роженом Бориспиевичем Тимрезовым, это минимум 900 человек в год. Это школьники Карачаева-Черкесской республики 9-10 классов, чтобы принять участие в деятельности учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард» на территории Карачаев-Черкесской республики именно с точки зрения школьника. Механизм следующий. Первое. Управление образованием районов, муниципальных районов и городов Карачаев-Черкесской республики направляет заявки с отражением количественных показателей в адрес учебно-методического военно-патриотического республиканского центра «Авангард». Далее, в зависимости от имеющихся квот, отбираются участники, которые в рамках деятельности этого центра проходят образовательный процесс. В 19 школах Карачаева-Черкесии появятся современные центры детских инициатив. Это будет место школьного объединения, настоящий штаб для ребят, место встречи, сборов, где самые активные ученики будут заниматься внеурочной деятельностью. Для работы центра будет выделено отдельное помещение либо зона в рекреации. Подробности сообщила заместитель министра образования и науки Лейла Атаева. В программе «Модернизация системы образования» есть четыре основные задачи, шесть мероприятий. И одним из мероприятий идет как раз открытие центров детских инициатив. Что это такое? Это некое зонирование пространства, в котором будет собираться актив школы. Таким образом, подобная зона рекреации для детей-активистов это российское движение школьников, это представители движения юнармии, это различные, может быть, школьные спортивные клубы, это могут быть дети, которые занимаются в театральных кружках, ну и разные другие активности, которые сопровождают сегодня жизнь школьника. И надо дать детям возможность своего такого пространства, в котором они могли бы обсуждать интересы, обсуждать какие-то возможные мероприятия, в которых они бы хотели принимать участие. 22 июля торгово-промышленная палата региона приглашает всех желающих на день открытых дверей. Во время встречи можно задать свои вопросы представителям органов власти республики, а эксперты палаты подробно расскажут об услугах для бизнеса. Об этом сообщила президент торгово-промышленной палаты региона Диана Хубеева. В рамках мероприятия участники узнают, что такое торгово-промышленная палата, чем она занимается, какую помощь и поддержку оказывают республиканским предпринимателям, почему престижно быть ее членом и какие перспективы появятся, если вступить в ее ряды. Также во время встречи участники смогут задать свои вопросы представителям органов власти Карачаево-Черкесской республики, деловых организаций, а также эксперты торгово-промышленной палаты подробно расскажут об услугах для бизнеса. В рамках мероприятий запланирован нетворкинг, во время которого участники смогут завести полезные знакомства, рассказать о деятельности своей компании, обменяться контактами и, возможно, найти новых партнеров по бизнесу. Торжественное вручение членских билетов новым членам торгово-промышленной палаты розыгрыша сертификатов на бесплатное получение бизнес-услуг «Кофебрейк». Вход свободный. В Карачаево-Черкесии растет число случаев телефонного интернет-мошенничества. Аферисты постоянно изобретают новые схемы обмана доверчивых людей. Например, злоумышленники предлагают обменять кэшбэк на рубли или убеждают жертву оформить кредит, а деньги переводят на свой счет. Как противодействовать интернет-махинациям? Рассказал управляющий отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков. Для этого они запрашивают у человека данные карты и СМС-коды, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услуги. Однако, получив эти сведения, злоумышленники крадут деньги со счетов граждан. Если вам поступил такой телефонный звонок, прервите разговор, самостоятельно перезвоните в кредитную организацию и выясните всю информацию, которая вас интересует, в том числе и по вопросу кэшбэка. Не сообщайте незнакомым людям данные своей банковской карты, номер срок действия, трехзначный код на оборотной стороне карты, ПИН-коды и СМС-пароли. Не вводите данные банковской карты на непроверенном сайте, не используйте одинаковые пароли для входа в свои аккаунты на различных сайтах. Не переходите по ссылкам в письмах от незнакомых пользователей и установите на все свои устройства с выходом в интернет антивирус и регулярно поддерживать его в актуальном состоянии. Учитель карачаевского языка и литературы гимназии номер 19 Черкеска Джамиля Узденова представляет нашу республику на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший учитель родного языка и родной литературы», который проводится впервые. Участникам предстоит показать себя в медиавизитке, продемонстрировать профессиональные навыки на конкурсном испытании «Урок», провести классный час и поделиться опытом на мастер-классе. Обожаю свой народ, свой язык, свою культуру, свои традиции, обычаи, обряды. И я бы хотела поделиться своими знаниями с подрастающим поколением. Я стараюсь с детьми, чтобы у нас были дружеские отношения, чтобы они с огромным удовольствием приходили ко мне на родной язык. Как говорится, ребенок выбирает не предмет, а учителя. Ученик Илья Попов из Черкесска стал лауреатом первой степени конкурса фестиваля «Искусство и творчество «Сочинский триумф». Молодой человек занимается вокалом 7 лет. Илья ежегодно принимает участие в различных мероприятиях, выступает на школьных и городских концертах. Раньше я тоже выступала в конкурсе в Кисловодске, уже не раз. Получала тоже первые места и вторые. Там я тоже волновалась. Ну, поскольку сейчас лето, мы выбрали позитивную песню, чтобы исполнить ее. А мне нравится то, что там все про лето, то, что все хорошо, мечты сбываются. На центральной площади Карачаевской имени героя России Канамата Буташева 23 июля состоится летняя сельскохозяйственная ярмарка «Щедрость земли родной», приуроченная к столетию региона. На нее приглашены сельхозтоваропроизводители Карачаево-Черкесии, а также Краснодарского края и Дагестана. Традиционно цены на товары будут ниже рыночных. Свои товары на ней представят предприятия-производители мясомолочной отрасли, фермерские хозяйства, предприятия общественного питания, мастера народных промыслов. Гостей ярмарки также ждет яркая концертная программа. Праздничные мероприятия, посвященные Дню культуры народа Абаза, состоятся 23 июля в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» города Черкеска. В рамках праздничного мероприятия будет представлен Абазинский двор с национальной кухней, народное искусство. Кроме того, пройдет концерт абазинской и абхазской песни и танца и абазинские игры, а также аквагрим и роспись по ткани. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 24, в горах местами до плюс 17. В Черкесии переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 24 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.